Здравствуйте, уважаемые участники! Меня зовут Богданова Марина. Мы рады приветствовать вас на очередном занятии по русскому языку из Центра Альфа-Диалог. Наш проект проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Сейчас у нас проект идет в дистанционном формате. Уже в начале декабря мы приглашаем всех, у кого есть возможность, прийти на наши очные встречи в Габароны 4 и 5 декабря в Ботсване и 8 и 9 декабря в Антонариву, Мадагаскар. Форма регистрации отправлена в чат и на почту. Мы приглашаем всех присоединиться и встретиться очно, познакомиться. Добро пожаловать, все, кто присоединился на сегодняшний раз. Мы очень рады, что мы получили эту возможность говорить русский с Майя. И мы хотим приглашать к нашему фейсу-фейсу программу в Ботсване и Мадагаскар в начале декабря. All the information was sent to your emails, so please register and we will be happy to see you in person. Спасибо большое. И я передаю слово Майе. Good afternoon, dear friends. Здравствуйте, дорогие друзья. I'm really very happy to see you. Thank you for your switching on cameras. It's wonderful. Спасибо большое. Чудесно. Okay, so I'm ready to start, dear friends. Today, as you know, we will talk about colors without Russian. And, of course, I can't start our topic without the most important question. Как ваши дела? Как дела? У меня все хорошо. А у вас как дела? Заарисата, как ваши дела? Добрый день. Добрый день. Хорошо. Судесно. Спасибо большое. Исмаил, а как ваши дела сегодня? Исмаил, привет. У меня дела хорошо. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, Исмаил. Спасибо. Очень здорово, что все хорошо. Иршат, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как у вас дела сегодня? Нормально, нормально. Нормально. Хорошо, спасибо. Герберт. Герберт. Здравствуйте. Вы здесь? Вы с нами? Герберт. Как здорово, что появляются новые участники. Это всегда приятно. Адона, скажите, пожалуйста, здесь ли вы? Да? Отлично. Очень хорошо. Очень хорошо. Чудесно. Спасибо большое. Мы продолжаем дальше. И у нас с вами есть уже маленькая традиция. Дорога. Дорога. Скоро. 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 Говорки. Отпустите красными красками для покраски. В красной краске, в красной крыше, в красный цвет. Dear friends, please pay attention to my lines. It's an accent, stress. We read in such a way. Отпустите красной краски для покраски. Красной, красной, красной крыши, красный цвет. Of course. You see, we have here this sounds. And so on. Yes, it's a little bit, I think. So I will read again. Отпустите красной краски для покраски красной краски, красной крыши, красный цвет. Почти как про Карл и Карл. Хорошо. And now I want to explain some words. Of course. Красный цвет. Red in English. Красный. Красный. And look, I think that it's an interesting fact that in ancient times, in Russian language, people of course, people of course call красный, like красивый. Look. Красный. And this side of the wheel. Красивый. Красный. Красивый. Красный. Of course, in modern Russian language, we don't have, actually, we don't have such connection. But in some words, we can feel this connection. For example, look. Красная девица. We can have this name when we talk about young and very pretty. Красная девица. Look, dear friends, it doesn't mean that she is a red girl. Красный, once again, красивая девушка. A beautiful lady. So, look at the second picture. It is inside of Izba. Izba. A traditional Russian wooden house. Izba. And there, inside of the main room, the biggest room, we have, look, we call it красный угол. Of course, in English, we can translate it like red corn. But we, Russian people, understand it isn't red. Он не красный. Он красивый. You see, we have here icons and so on. Красный. Красивый. Красный. And of course, some more examples. You see, the name, the well-known name, Красная площадь. Of course, we have a lot of variants of interpretation of this name. Красная площадь. But one more, the interpretation, красный, красивый, 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 the square in Russian, красный, okay, so, I will go on. So, you see, это, собственно, красная краска. We paint it walls, sorry, walls, roofs, and so on. Красная краска, at this jar. One more. And look at this, this крыша. We can hear a house, дом. And the top of the house, крыша, roof, roof. And we see that this roof is red. Красная крыша. And again, the wall, our tongue twister, is отпустите, it means give me, please, give me, please. Отпустите красный, красный, it means I want to buy this red paint for painting this red paint, red roof in red color. Something like that. Once again, I will read, then you will try to read it. Отпустите красные краски для покраски. Красной краской, красной крыши, красный цвет. Вот так. Пожалуйста. Who would like to try? И ваше время. Зари Сата. Are you ready? Вы готовы? Я думаю, что да. Пожалуйста. Отпустите красной краски для покраски красной, 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 красной крыши в красный цвет. Отлично. Спасибо большое. Да, все верно. Dear friends, I think that you remember that we pronounce these letters O sounds. O, 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 and so on. We will pronounce like A. Отпустите для покраски красной. Красной. We don't pronounce красной. Отпустите. It was excellent. Было замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Ismail, maybe you will try. Хорошо. Отпустите красной краски для покраски красной. Красной. Красной крыши в красный цвет. Отлично. Молодец. Спасибо большое. Очень хорошо получилось. Спасибо. Жан-Марк, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А может быть, вы тоже прочитаете строководку? Почему нет? Спасибо. Замечательно. Давайте. Отпустите красной краски для покраски красной краской, красной кишки в красный цвет. Замечательно. Замечательно. Хорошо. Спасибо. Чудесно получилось. Спасибо. И давайте. Иршат. Давайте тоже попробуем прочитать скроговорку. О, Иршат. Да, да. Давайте. Отпустите красной краски для покраски красной краской, красной кишки в красный цвет. Отлично. Спасибо большое. Замечательный результат. Спасибо. Прекрасно. Прекрасно. I have pronounced, I have pronounced the word. Прекрасно. Прекрасно. And I hope you remember. Красный, красивый, прекрасный is fine, wonderful. So, as I have said, we have, we feel this connection between красный и красивый in modern language. It's в современном русском языке, конечно тоже. Okay. So, now, some grammatical, I think, words about the plural form, the forms of the word цвет. Of course, we know that we can, we can form, the form цвет, plural form, цвет, is, look, цвета, ending R, цвета, is colors, colors, цвета, and blue. So, we change only one letter, we change only one letter, we add ending R, and we will have another meaning, another word, цветы, two colors. Once again, цвета is colors, цвета, and цветы is colors. I think it's very interesting, the fact about grammatical rules of Russian language. And, of course, when we talk about singular form, цвета, it's цвет, but цветы, flowers, it's цветок. Один цветок, one flower. Цветы, flowers. Okay, so, and today we will talk about цвета. Мы сегодня будем говорить о цветах. А не о цветах, вот видите. About colors. Today we will talk about colors, not about flowers. Okay, sorry. And look, я думаю, что вы знаете эти цвета, но давайте повторим. Это красный, это оранжевый, оранжевый, желтый, yellow, зеленый, green. And look, in Russian we have two words for blue. Голубой, light blue, голубой, вот этот цвет. А это синий, dark blue. Of course, in Russian language we have more words for denoting colors. As I have said, about 2,000 words are denoted colors. But, of course, here is basic words for name colors. Итак, синий и фиолет. And now, I think that you know, это радуга, rainbow. And let's try to paint. What color will be the first? What do you think? At this rainbow. Do you know what is rainbow? Радуга, радуга. No, you don't know. Синий. Синий. It's a very unusual idea. No. The first word is красный. Красный. Да, красный, красный. Так, а тут нет у нас цветных карандашей. Ладно. Итак, я напишу. Тут только синий, да? Красный. Красный. Next time I will show you rainbow. Красный. Окей. Красный. Next color is... Следующий цвет какой? Как вы думаете? Оранжевый. 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 Отлично. Оранжевый. Спасибо. Оранжевый. Оранжевый. Супер. So, next one is... Жёлтый. Жёлтый. Конечно, жёлтый. Следующий. Зелёный. Зелёный. Да, следующий зелёный. Давайте зелёный. Дальше какой у нас идёт? Синий. Это какой? Денин. Синий. А, light blue. Light blue. Да? Голубой. 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 Да, у меня некрасиво получилось написать. Так, вот так мы выбираем. Голубой. Голубой. А, следующий какой цвет? Синий. А, вот следующий как раз. Да, спасибо, Иршат. Следующий синий. Синий. Так. И дальше? Виолетовый. Фиолетовый. Да, да, да. Ну, вот у меня, да, у меня всё белое. А следующий фиолетовый. Замечательно. Хорошо. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. При этом, а в, я не знаю, в русских школах, для того, чтобы запомнить цвета радуги, дети учат такую, такой стишок, даже не стишок, наверное, мнемотехника такая. Каждый охотник желает знать, где сидит пазан. Это очень сложно перевести. Окей, it's very difficult for translation, but kids in Russian schools try to remember the colors in such words. Каждый охотник. Yes, the first letter is the name of color. Каждый охотник желает знать, где сидит пазан. Окей, so next time I really will show you rainbow, радуга. Хорошо. Идём дальше. Идём дальше. So, one more color. Ещё цвета. Белый, white. Чёрный, black. И серий, грей. И коричневый, brown. Brown. And look. Some words about коричневый. I think that when we learn Russian language, we don't think about it. But when we talk about eyes, the color of eyes, когда мы говорим о цвете глаз, we don't use the word коричневый. We usually say, we always say корие глаза. Корие. We don't say коричневые глаза. Нет. Корие глаза. И медведь. Bear, maybe it's one of the symbols of Russian. Медведь не коричневый. We don't use this word коричневый. We need to say бурый медведь. Бурый медведь. So, for example, у меня корие глаза. Yes, I can't say у меня коричневые глаза. Нет. Корие глаза. Я вижу бурого медведя. Или это бурый медведь. Это не коричневый медведь, а бурый медведь. So, now my favorite question is about your favorite color. Какой ваш любимый цвет? Жанну, какой у вас любимый цвет? Какой ваш любимый цвет? Глаза. Медведь нет. Вообще, да. По-моему, скажем, как. Ну, не синий, не жёртый, но коричневый. Коричневый ваш любимый цвет? Хорошо. А ваш любимый цвет глаз? Как... Любимый цвет глаз, да? Да, а какой любимый цвет глаз? Ну, скажем, синий, синий. Ага, да, ну, синий или голубый. Голубый, да. Отлично. Да. Да, спасибо большое. Спасибо. Так, очень любопытно. Сейчас мы спросим у Герберта. Герберт, скажите, пожалуйста, а у вас какой любимый цвет? Иршат, а вы что можете сказать? Какой ваш любимый цвет? Мой любимый цвет... Чёрный и... Чёрный и... А, и синий. Спасибо. Очень любопытно, очень интересно. Исмаил, а у тебя какой любимый цвет? Мне любимый цвет чёрный и белый. Здорово. Очень интересно. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, Паула. Вы здесь? Паула, здравствуйте. Паула. Как встречаются? Здравствуйте, Паула. Здорово. 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 Какой ваш любимый цвет? Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, за Арисата, а ваш любимый цвет какой? Мои любимые цвета чёрный и белый. Ух ты, здорово, как у Исмаила. Спасибо большое. Очень интересно. Спасибо. Зарина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас какие любимые цвета или цвет? Нет? Наверное, розовый и красный. О, здорово. Да, здорово. Спасибо большое. Да, розовый – это pink. Pink is розовый. Спасибо, что напомнили мне об этом слове. Да, отлично. Хорошо. А теперь давайте попробуем предположить. Dear friends, let's guess. What is my favourite colour? What do you think? What is my favourite colour? You can ask me. Aha. What do you think? Your favourite colour is black, right? I'm not sure. Какой? Какой, Иршат? Once again, please. I'm asking, what's your favourite colour? Is it black or something like that? А, вы думаете, мой любимый цвет чёрный? Нет, не чёрный. Нет. А может быть, голубый? Вот голубой. Голубой? Нет, Исмаил, не голубой. Ну, пожалуйста, какие ещё идеи? What ideas do you have? Жёлтый. Жёлтый? Нет, не жёлтый. Мой сын любит жёлтый. My son loves yellow. Это красный? Нет, Зарисата, это не красный. Зелёный? О, нет. Зелёный я не люблю, точно. Да? Синий? Нет. И тоже нет. Не люблю синий. Не белый. Белый я тоже не люблю. Фиолетовый. Фиолетовый. Исмаил, ты молодец, что произнёс такое длинное слово, фиолетовый. Но мне он не нравится, этот цвет. Это коричневый. Да, дорогие друзья, я очень люблю коричневый цвет. Мне он нравится, правда. Коричневый, ну, посмотрите, да, здесь на картинке разные цвета, и вот здесь коричневый. Много оттенков. Много оттенков, и лотов вариантов брон. Я люблю коричневый. Спасибо, Зарисата. Это правда. Мой любимый цвет. Здорово. Идём дальше. Так, ага, дальше я просто крутить должна. Так, так, так. Да, а сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм, cartoon. Сокращённо, probably we call it, мультик, мультик. Мультик называется Малышарики. We will listen to some songs about cars. So, dear friends, enjoy. I think that you will like it. Перемок ТВ представляет песенки для детей. So, dear friends, next week, we will talk about the rule, the grammar rule, and we will talk about colors and qualities of our subjects, of objects, sorry, of objects. And again, we will repeat the information about colors, of course. So, dear friends, дорогие друзья, I hope we will meet next week. See you soon. Thank you for your work, for your questions, for your answers. It was very nice to meet, to hear you. Thank you very much. Спасибо большое. До новых встреч. До четверка. Спасибо большое, Майя. Всех приглашаем на следующие занятия. See you soon, next week. And don't forget to register for the face-to-face stage of the program. Bye-bye. До свидания. 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 Продолжение следует...